здравствуйте друзья вы на канале крановая или давайте с вами сразу договоримся что вы мне не будете писать что мне снимать и что мне не снимать давайте уж я сама буду решать что мне снимать что говорить и что делать мне тоже многое не нравится в ваших роликах мне например не нравится когда показывать маленьких детей зачем показываете маленьких детей ведь только они для вас самые лучшие и для нас наши дети самые красивые самые любимые а для других то они просто дети и потом когда они вырастут может быть они не захотят смириться с тем что вы их показывали в детстве несовершеннолетних детей показывать нельзя еще мне не нравится когда снимают просто дорогу вот едут на машине включили камеру сколько минут едут 10 минут 10 минут видео записывается дорогу показывают как едут ну что-то за видео я же вам не написала ни разу зачем вы не снимайте дорогу когда вы едете на машине напишите мне в комментариях кому не я написала такой комментарий что не надо этого снимать дорогу еще что мне не нравится еще мне не нравится когда в роликах просят деньги помощь какую-то я всегда так думаю чем просить лучше отдать или пойти заработать пойдите заработаете чем вот так сидеть ничего не делая и просить деньги мне это тоже не нравится но я же не написала никому что не просить и нельзя так делать не показывайте не снимаете каждый решает за себя и поэтому если я что-то снимаю мне уже достаточно лет я сама знаю что мне снимать что мне говорить договорились сегодня на работе тут время у меня есть немного у нас вчера были выборы главы администрации и вот мы не знаем мы не ходили не выбирали не голосовали досрочные были выборы мы не ходили и не знаем кого выбрали и вот сидим в неведении нашу главу администрации выбрали года два или три назад даже не помню точно в общем она и до конца срока еще не отработала ее за какие-то правильности сняли с работы с должности и теперь досрочные выборы объявили ну никто не знает даже учителя в школе не знает что у нас выборы прошли и мы вот сидим кто у нас теперь будет глава администрации не знаем когда узнаем тогда я расскажу сегодня 4 марта завтра работаем субботу пятого за восьмое за седьмое за праздники сегодня обещали нам зарплату ждем за прошлый заказ нам просто сумму оговаривали и мы делили ее на всех теперь же видимо решили что будет многовато нам сделали по-другому по часовую оплату 200 рублей в час и получится в два раза меньше зарплата чем было запись зато за первый заказ посмотрим я работала мало с 20 у меня неделя с небольшим ну с 20 8 до 8 дней ну остальных побольше будет погода пасмурная я тут простыла немножко там у нас под крышей есть разбитые окна стекол нету ветер гуляет сквозняк гуляет я простыла сегодня болею уже неделю с понедельника болею и горло болит и в общем голова таблетки пью в общем чувствуется что говорю не так у нас тяжеловасто но работаю на в ногах переношу потому что думаю если я уйду на больничный больничный естественно никто не будет оплачивать ведь эта работа как как бы называется колымная мы же по договору поэтому приходит работаю и не хожу на больничный дедушка у меня тоже приболел отец я заболела и то ли я его заразила то ли он меня заразил он простыл вперед начал чихать потом я заболела в общем мы заболели с ним вместе он значит говорить мне мне плохо я умираю но я конечно вызвала скорую помощь скорая помощь приехала измерила давление пульс температуру все нормально он говорит им а у меня все нормально я хорошо себя чувствую меня все прекрасно поставил меня в нелогкое положение перед сотрудниками скорой помощи но они ему укол поставили все равно какой-то больной и и уехали сказали вы вызывать терапевта я хотела вызвать говорю вызову на утро терапевта он сказал нет мне не надо никого терапевта никакого врача мне не надо они ничего не понимают они мне все равно не помогут отказался от врачебной помощи но все равно заставил меня его лечить но я купила противовирусные препараты но мне скорая помощь сказала девчонки скорой помощи фельдшера сказали что надо противовирусная я купила но в общем температуры нету было 37 небольшая ну вот лечимся сами натерла его камфорным спиртом вот лечимся сами и потом если его в больницу положить тоже его надо нести на носилках то понесет он уже все равно тяжелый 50 килограмм они девчонки приехали и я тоже с третьего этажа в общем оставили его дома ну надеюсь что все будет хорошо а восьмого марта никто не будет болеть работа идет сварщики варят сборщики работают гибщики все работают девчонки малярша там сидят а я под краном стою жду когда меня позовут а я пока прощаюсь пишите прошу отзывы лайки дизлайки до свидания